МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не люблю опаздывать. Не по-деловому так бизнес начинать. Я что, не говорил, что мы на Лиговке в пробке застыли? Что дачники сегодня? Я не говорил, что раньше выезжать надо. В течение загородного московского дорожно-транспортного происшествия Выбирайте маршруты... Толянда выключит, и я думаю, у тебя. А можно как-то побыстрее передвигаться? Да ну не надо так париться, а! Подождет нас Осип, никуда он не денется. Тем более мы пробную партию так красиво раскидали, он теперь на нас молиться должен. Поэтому опаздывать можно. А если сделка сорвется, кто молиться будет? Только на князя молитва не действует. Такого товара ни у кого не будет. Эксклюзив для князя важная штука. Да и мы в этой игре на новый уровень выйдем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги-то опаздывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем внимания, продавцы прибыли. Коптер их отлично держит. Сколько человек? Пять мотоциклов и один трицикл. Пока вижу восемь человек. А Осипов? Осипов с ними. Сзади на трицикле. Принято. Что у нас? Подъезжают. Всем предельное внимание. Готовимся к захвату. Мы ведем покупателей. Захват по моей команде. Ждем сделку. Принято. Принято. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашел время. Телефон кялиться. Парни. У меня сын. Только после операции. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ГРУСТНУК НАПРАННОМ ЯЗЫКЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА СТРЕЛКИ Вас примут. Стоп. Тормози. Что за черт? Что такое? Остановились. кто слил знаю только что это новый человек твоем окружении когда у меня будут записи сделала когда получу вторую часть денег но это не весь компромат на тебя если всплывет то что собрала крыса сядешь пожизненно так кто крыса ты что случилось небо какое-то странное сегодня не вписался новичок понял понял разворачиваемся грач что случилось прикинь продавцы сделку отменили как это может а вот так не убивай пока поговорить с ним еще дальше что делать будем ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Бери Сарика и Тимура. И давайте к нему на квартиру. Обыщите там все. Конкретно. Сделай. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уезжает? Что-то не так, товарищ полковник? Никитин, готовимся к захвату. Не понял, товарищ полковник. Крачевских же еще нет. Они не приедут. О готовности доложить. Принято. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Готовимся к захвату. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Группа 1 на позиции. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Соколов, срочная эвакуация Лены. Некогда объяснять действие. Работаем. С Богом. Сука ты, сука, 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 сука ты поганая! Грачу, звони. Не берет, Грач? Еще раз набирай. Не нравится мне это. Граждане преступники, сопротивление бесполезно. Вы окружены. Сдайте оружие. Это будет расценено как содействие органам полиции. ВЫСТРЕЛЫ 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 Прекратить огонь. Принял. Деятельность по незаконному обороту наркотических веществ является преступной. И на территории Российской Федерации запрещена. ПЛАЧЕТ Ждание Носима! Какая неожиданная встреча. Ты же раньше наркоту не продавал, только оружие. Какая наркота, начальник? Я к маме на юбилей еду. В кондитерскую хотел заехать, тортик купить. А пацаны любезно согласились с меня проводить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я смотрю, сахарную пудру ты с собой прихватил? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что, поедем в правильную кондитерскую, да? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Давайте упакуйте этих на базу. Мы со стрельником уехали. Помощь нужна? Нет, я взял трех бойцов. Куда это он? Что случилось? Почему Грачевских не дождались? Андреев сказал их не будет. Скамандовал захват. Похоже, Грачев знал, что его ждут. Но откуда? Значит, это утекло. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а! Ну что? Что, пошепчемся? Мент. Грачев, я не мент. Ты же меня пробивал. Хорошую легенду тебе слепили. Бывший спецназовец Иван Филиппов. Как тебя по-настоящему звать-то? А как ты узнал? Да один человечек слил информацию. Что крыса кто-то, кто совсем недавно появился. Ну, то получается, что крыса он больше некому. Чего ты успел нарыть на нас, мразь? Да грохнуть его дело с концом. Нельзя его грохнуть, пока мы не выяснили, чего у него есть. На меня и на князя. Ну, где он это прячет? Я все сказал. А может, не все. Мы пока ехали, мне этот адресок один любопытный скинули. О, улица Кленовая, дом два, квартира восемь. Кто у нас там проживает? Такая красавица. Перед корешами даже не похвалился. Не трогай ее. А мы ее не тронем. Просто привезем ее и поговорим с ней. Раз ты не хочешь? О! Ёрш, на тачке номера смени по-быстрому. Понял. Наслаждайтесь. Только не сильно. Да, князь, слушаю. В процессе, в процессе. Егор, вы вообще где? Помощь нужна? Нет, сами справимся. С вами всего три СОБРа. Давайте мы подъедем. Пакуйте бандитов по камерам, оформляйте протоколы, занимайтесь формальностью. Подожди, подожди. Я правильно понимаю, что Грачу кто-то информацию слил? Андрей, все вопросы потом. Подвой. Мне кажется, или Стрельников с Андреевым нам больше не доверяют. Да чего ты взял? Что, молчите оба, а? Так, объект остановился. Скоро будем на месте. Иван Сергеевич, может, стоило подкрепление вызвать? В самом деле опасно. Егор, это не обсуждать. Следи за дорогой. Конец. Чисто? Князь, все решили? Есть зацепка. Прижбем. А ты мне сразу не понравился. Я же сказал, все решим. Я и грачу говорил, мутный ты какой-то. Ты мне тоже не нравишься. Да ты чёрт. Оружие на землю! Брось! Бой, свалим! Брось оружие! Чёрт. Слева! Устоять! Далеко собрались, гражданин Грачёв? Руки! Часай, осторожно. Давай его в нашу машину, мы его сами в управлять не отвезём. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Второй первому. Объект потерян. Понял, уходите. Товарищ полковник, Грачёв своих людей из Олены отправил. Не переживай, я уже позвонил с Олены из Управления по госзащите. Её перевозят в безопасное место. Отсюда двое ушли. Парни, надо отработать территорию. Двое ушли. Постарайтесь взять живым. Угу. Есть. Егор, познакомься. Станислав Дмитриев. Рад знакомству. Как в целом? Нормально. В Хабаровске, когда клеща брали, замес покруче был. Мальчики. Что стряслось? Грачёвские на встрече не появились. Угу. Взяли только Осип и его бонда. Похоже, кто-то информацию слил. Странно, кто слил. Только мы знали. Значит, кто-то из нас. А, кстати, Ириш, ты откуда знаешь, что что-то случилось? Тебе Стрельников звонил, отчитывался? Так я всех сдала. Ха-ха. Смешно. Ха-ха-ха. Вы как зашли, то по вашим рожам было видно, что что-то не так. А где этот таинственный агент? Похоже, его тоже слили. Андреев и Стрельников отправились его спасать. Сами? В том-то и дело. Нам, похоже, больше не доверяют. Жалко. Я так надеялась с ним сегодня познакомиться. Думала, хоть один нормальный мужик у нас в отделе появился. Губу закатай. Он вроде женат. Когда это мешало настоящей любви? Коль, а откуда ты знаешь, что он женат? Что-то слышал в крае муха. Ну, это вполне может быть частью его легенды. Привет, Лена. Леонид Георгиевич. Собирайтесь, вы переезжаете. Что-то случилось? Все нормально. Стандартные меры предосторожности. Я ужин приготовила. Думала, отпраздную. Вы же говорили, что сегодня все закончится. Придется, к сожалению, ненадолго отложить. Собирайтесь, Лена, у нас мало времени. Да, простите. Только самое необходимое возьмите. Ага. Леонид. Сейчас. Я же приказал Бельченко припарковаться возле подъезда. Георгиевич, там всегда занято. Я паспорт забыла. Ключи. Сходи. Сходи. Ха-ха. Сходи. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шкорую, быстро! Сами довезем. Бенченко, за руль! Получается, Грачева кто-то из наших предупредил? Получается, получается. Егор, ты своих оперов лучше знаешь. Кто мог? Да никто. Уверен? Нет. Фидорчук, у него ребенок болен. Мы ему денег на операцию убивали, но много не дали. Он квартиру продал, комнату в коммуналке купил. Операцию сделали, вроде поправится. Но простоват он слишком для двойной игры. Ладно, дальше. Ирина Извекова у нас в последнее время непосредством живет. Совсем непосредством. Машина дорогая, украшения. Хотя, опять же, кредит никто не отменял. Мужчина? Не замечали? Никитин, зам твой, всегда на твое место метил. И Никитин мог. У него характер, он всегда своего добивается. Понятно, любыми средствами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А Калисникова что скажешь? Вот его я вообще понять не могу. Вроде дело свое хорошо знает, но равнодушный какой-то. Особенно в последнее время. Проблемы, может быть, у него не узнавал? Спрашивал, не говорит. Ясно. Всех можно подозревать. Я могу аккуратно проверить. Меня же никто не знает. Нет, ты свою задачу выполнил. Отдыхай. И жена будет рада, что ты к нормальной жизни возвращаешься. Да, слушаю. Леня, как же так? Рядом с ней находиться. Глаз с нее не спускать. Что? Была перестрелка. Лена ранена. Ее готовят к операции. В какой она больнице? Я сам ее буду охранять. Идем. Ладно, Стас. Завезем тебя в больницу. Познакомлюсь с Соколовым. Вполне вероятно, что тебя тоже придется брать по нахрану. Что с беглецами? Пока не нашли. Ну ищите, далеко не могли уйти. Мы уехали. Первый, второй мы продолжаем поиск. Принял. Кама. Грача, менты приняли. Чего? Да, я успел соскочить. Как они вас нашли? Не знаю. Больба была страшна. Все, мы со шрамом завалили походу. А ешь слинял куда-то, сука. А ты где был? Я это? Аклит как раз отошел. Короче, паси их, сейчас будем. Понял. Что-нибудь придумаю. Да. В хате крысы ничего не нашли? Он здесь и не жил. Там одна декорация. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что скажете, доктор? Ну, пуля извлечена. Состояние стабильно тяжелое. Крова потери большая. Какие прогнозы? Ну, сделаем все, что в наших силах. Контроль нас круглосуточный. Возможно, понадобится еще одна операция. Фу! Толь, где вы? Алло, камера. Короче, так, слушай. Я упал к ним на хвост. Мы едем к мосту. Как принял? Понял тебя. И мы рядом уже. Давай. Ускорься. На окраине перехватим. Ну что, Грач, прилип? Незаконный оборот оружия, наркотиков, создание ОПГ, захват заложника, сопротивление при задержании. Мы за твоей деятельностью давно наблюдаем. Пошел ты. Фу, как некрасиво. Алексей Алексеевич, вы же понимаете, что ваш единственный шанс получить снисхождение, это сдать вашего покровителя. Да-да. Я знаю, что он существует. У нас достаточно компромата. Я вам искренне советую сотрудничать со следствием. Дайте показания. Надо было сразу тебя грохнуть. Слышишь, ты мразь. Если с моей женой что-нибудь случится, я тебе собственными руками придушу. Слышишь, ты мразь. Слышишь, ты мразь. Слышишь, ты мразь. Ключи у него. Поехали. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мужики, Андреева и Стреленькова убили. ВЫСТРЕЛ Только что сообщили. Играчев сбежал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мужик, до города подвезешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Денег нет. А это подойдет? Прыгай в машину. Андреева убили. Что? Вы, кажется, с ним дружили? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, еще со школы. То есть ты в курсе его, что он разрабатывал Грачева? Ну так, в общих счетах. Насколько я знаю, он вышел на какую-то крупную рыбу. Человека повыше, чем Грачев. Из других сфер. То есть Грачева курирует кто-то из органов? Точно не знаю. Андреев держал все детали операции в секрете. Никому не доверял, даже мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Неожиданный поворот. Товарищ генерал. Сидишь все? Иди поспи перед операцией. Да так, кое-что смотрел. Собирался уходить уже. Что-то важное от агента? Пока рано делать выводы. Но мне кажется, что у Грачева есть связи на очень высоком уровне. Угу. Ладно, завтра под поле не лезь. Прошла твоя боевая молодость. Да я давно уже кабинетной крысой стал. Это правильно. Побереги себя. Где я еще такого ценного кадра найду? Все. Завтра после операции с отчетом у меня. Есть, товарищ генерал. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Займись этим делом. Найди красу. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТВАРЬ ТВАРЬ, а я же тебя найду, все равно прибью. Сука! Толик, ну где он может быть-то? Кто, Ваня? Дмитриев, вот. Стас его зовут. Мы же с ним типа кореша были. Да какие кореша? Пару раз с ним разговаривали, это вон Ёрш Симка решился. А где Ёрш? Сбежал. Сука, еще один труп. Ну давай, давай, ну ну давай, все, что ты знаешь, Толик. Да я знаю все то же самое, что и вы, что он бывший спецназовец. Все? Толку с тебя, как с козла молока. На хате у него нашли что-нибудь? Галяк. Ни бабок, ни документов. Хата необжитая, как в гостинице. Да он, поход, туда возвращаться не собирается. Мы в дерьме полном, да? Я подозревал, что менты нас спасут. Принял меры кое-какие. Местечко одно нашел, чтобы отсидеться. Твою мать! Это такая подстава, что он крысой оказался. Из-за князя? Ну конечно, он же был на последней сходке. Слушайте, его надо найти и выяснить, что у них есть на князя. Так как его найти? Он уже по-любому к своим свалил. Не пойдет он к своим. Он же знает, что у них тоже крыса. Так может, ты через своего информатора не пробьешь этого Дмитриева? Я своему информатору еще половину бабла должен. Теперь, видимо, точно придется переводить по-любому. Судя по тому, что трупа Дмитриева тут нет, они его забрали вместе с собой. Не факт. Что думаешь, ему удалось сбежать? Может, каким-то чудом из машины и выскочил. Где-нибудь рядом дострелили. Ладно. Пойду. Окрестности протешу. Да. Заодно свидетелей поищи. Ну а вдруг? УСБ, полковник Яковлев. А вы уже в курсе, да? Работа такая. Кто тут главный? Получается, я. Майор Никитин. Рассказывай, майор Никитин. Что рассказывать? С самого начала рассказывай. Какие именно действия сегодня проводились по банде Грачева? И почему майор и полковник полиции лично приехали в эту дыру и попали под пули бандитов? А вы, оказывается, сильно в курсе наших дел, да? Соблюдайте субординацию, майор. Я спрашиваю, вы отвечаете. Майор Никитин, майор Никитин, майор Никитин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Держи. А крестик? Обойдешься. Значит, что мы имеем? Внедренного агента и всю операцию слила крыса из вашего отдела. А сам Дмитриев не может быть предателем? Расстрелял Андреева со Стрельниковым. Помог Грачеву сбежать. Тоже версия. А Дмитриев способен на такое? Понятия не имею. Я ведь даже не знаю, как он выглядит. Да ты что? А тебе самому не кажется это странно? Дело в том, что у него был опыт внедрения в банду, в Хабаровске. Поэтому Андреев пригласил его к нам на аналогичную операцию. То есть, он вступил в сговор с бандитами и сбежал? Тогда зачем они его пытали? Они его пытали? Бойцы, которые были с Андреевым и Стрельником, утверждают, что бандиты сильно избили Дмитриева. Ясно. Получается, Дмитриев как-то выжил при нападении? Вряд ли бы Грачевские стали забирать его трупы. Может взяли с собой раненого? Ну, чтобы выжать нужную информацию. Разберемся. Кто хранил документы? У Стрельникова в сейфе лежат. Ключ? Один у Стрельникова, другой в отделе, в дежурке. Значит так, все сотрудники отдела на время проведения служебного расследования будут отстранены от оперативной работы. Завтра утром все должны быть на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подержи. Что с вами случится, товарищ полковник? Я так, гипотетически. А что на листочке прислали бы сообщение? Мне так привычней. И потом, если что, кто поймет, что это за цифра и чей-то номер. Ну да, логично. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Если он мои разговоры с князем записал, тогда вообще всем хана. Он разбираться не будет, просто грохнет всех и все дела. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, лёгок на помине. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, князь? Ты зачем ментов завалил? А что мне было делать? Самому браслеты надевать и в камеру топить? Тебя видел кто-нибудь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, только этот Дмитриев. И почему он еще жив? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я найду его. Никуда он не денется. Значит так. Ты сейчас где? Ну, вот к мойке подъезжаем, закэшем. Вали оттуда быстро. Ты в розыске идиот. Ложись на дно и не отсвечивай. Все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Он здесь. Олег! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА 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 Да, ну что ты думаешь? Грач, это... он ушел. Как это так? Так получилось, Грач. Что, проблема? Заминка. Небольшая. Ты ешь, ешь. Я вижу, тебе нужно кое-что объяснить. Этому менту тебя посадить проще простого. Более того, даже мне он может устроить неприятности. А я не люблю неприятности. Неужели это непонятно? Это понятно, князь. Вопрос ближайших дней. Я по своей линии попробовал прощупать. Слишком сильно за тебя взялись. Операция была совершенно секретная. Тех двоих, кто хоть что-то знал, ты завалил. Может, и мне от тебя избавиться. Но проблем и меньше будет. Ну, чего ты такой нервный? Шучу. Пока что. Если вокруг тебя все тихо, может, нет ничего, Дмитрий? Может, нет. А может, есть. Может, хватит гадать? Реши эту проблему! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Леонид Георгиевич, у нас новое дело. Слушайте, меня очень беспокоит, что больница, в которой находится Елена Дмитриева, абсолютно неподготовленный объект. Какие у нас прогнозы на этот счет? Что врачи говорят? Я ночью слышал, врачи говорили, она в очень тяжелом состоянии. Не дадут ее перевезти. Плохо. Игорь, надо усилить охрану. Я подумаю, что можно сделать. Что значит, я подумаю? У нас новый объект. Да, важный свидетель. Так тут и оно. А штат не резиновый. Ну где я людей возьму? Ладно, звоните Данилову, пусть заберет Кабанова, и Пархоменко, и идут за Орловым. Я уехал навстречу. А конспиративная квартира для Орлова? Я потом заеду. Чего сидишь? Давай, звони Данилову. Давай, четыре, два. Доброе, два. В Игорьуй. Бладка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Уже всех относятся ко всему как к веселому приключению. Ай, да ладно, у нас с ним такие бывали. Так, здесь материалы по делу, досье на него, а здесь мне черканье, что мы этого клумба сдали. Ага. Пока. Пока. Бывай. Стеклышко поднимите, по инструкции не положено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Леонид Георгиевич, выехали с Орловым. Понял. Я рядом. Думаю, раньше вас буду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, вылезать? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Ты кто? И что там произошло? Я свидетель. Со мной менты были, и они меня охраняли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Отдел по защите свидетелей? Да, да. А кто на вас напал? Люди Левченко. Я прохожу свидетелем по его делу. А кто такой Левченко? Левченко, бизнесмен крупный. Ну, походу, тебе в полицию. Чувак, мне нельзя в полицию, я один совсем. Ну, не могу я идти никуда один. Пожалуйста, возьми меня с собой. Свалился мне на голову. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, доктор? Уже ведь буду тут. Хорошо. Свидетель где? На тачке уехал. На какой тачке? Я понятия не имею. Данила все видел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что за тачка? На чем он уехал? Белый каршерин. За рулем, что ли? Ну, нет, конечно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Домера закон? Да. Ольга 006, Роман Харитон 98. Все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Это я. Материалы по делу у меня. Где встречаемся? Нигде. Получаю деньги. Говорю, где забрать материалы. Не понял. Меня за идиот ты держишь? Где гарантии-то? Гарантий нет. Только мое слово. Номер нового счета. Пришли в СМС. Да, будут деньги. Где ваш штукач? Я же тебе дал наводку. Ты его не взял утром? Нет, раз спрашиваю. Сами ищем. Найдете, сообщи. За отдельную плату. Договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как зовут? Игорь. А тебе? Сергей. Сергей, что делать будем? Снимем квартиру на сутки. Будем думать. Ты говоришь, тебя отдел по защите свидетелей охранят? Охранял минут 20 до тех пор, пока на нас бандиты не напали. А до этого опера из УВД. Три дня. Слушай, каждый из них мог меня слить бандитом. Фамилии какие-то из отдела по защите знаешь? Нет. Не успели как-то познакомиться. А что? Мобильник есть? Да. Давай. На, держи. Что? Я не понял, а телефон-то зачем, а? Не разберусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Решите, товарищ полковник? Войдите. Майор Никитин Андрей Владимирович. Мишин Николай Иванович. С сегодняшнего дня временно исполняю обязанности начальника вашего управления. А вы, стало быть... Ваш заместитель. Откуда к нам, товарищ полковник? Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Добро пожаловать в уголовный розыск. Я Ивана знал лично. Мы учились с ним в академии на одном курсе. Но я считаю правильным, если его вещи передадите вдове вы. Хорошо, товарищ полковник. Дальше идите. Скажите, а вы действительно считаете, что кто-то из вашего отдела слил информацию? Не могу знать, Николай Иванович. А нам с вами придется это узнать. Потому что из-за него погибли хорошие люди. Наши товарищи. Землю буду рыть, товарищ полковник. Правильно. И заодно доложите мне, что за документы пропали из сейфа Стрельникова. И как вы это прошлябили? Слушаюсь. Решите идти? Решите идти. Леонид Георгиевич, мы пробили номера машины, на которую увезли Орлова. Машину из каршеринга. Саму машину нашли, ее у метро бросили. Кто арендовал машину, узнал? Некий Сергей Кольцов. Кто? Некий Кольцов. Что-то не так? Надо отследить по камерам метрополитона перемещение Орлова. Понял. Сделаем. Леонид Георгиевич, получается, за Орловым следили? Как за ним могли следить, если до того, как передать нам, его перемещали по городу в смотке полной секретности? Так у ВДшной опера и слили. Он у них три дня был. Почему раньше не слили? Вы хотите сказать кто-то из наших? Не верю. Я тоже не хочу в это верить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Заходи. Прикольный сарайчик. Не нравится, не держу. Да ладно, пошутил я. Ну, рассказывай, что у тебя с этим бизнесменом? Бизнесмен, короче, решил у меня отжать здание. А у меня там небольшое производство. А ты не захотел продавать? Да я бы продал, если бы цену нормальную предложил. А так это все равно, что подарить. Поторговались бы. Нет, это не его методы. Один поторговался, так у него все сгорело. Дотла. Может, совпадение? А-а. Короче, случайно. Я один раз подслушал, как Левченко ругался. Ну, выяснял отношения там с одним, значит, собственником. В какой-то момент он ему просто сказал, если мы не договоримся, то твой бизнес погорит. Но все его магазины и сгорели. Ты по этому эпизоду свидетель? Не только. Я вообще могу дать на Левченко полные показания. У меня записано, как он мне угрожал. Понимаешь? Ты сам решил его сдать? Нет. Короче, оказалось, что Левченко больше месяца уже, как в разработке у полиции. Они сами на меня вышли, предложили быть свидетелем. Я согласился. Обещали охрану. Ну, как видишь, охрана мне не помогла. Зря я вписался в эту историю. Прорвемся. Что-нибудь придумаю. Ага. Жрать охота. Сейчас что-нибудь закажу. Вы вообще в курсе, что у вас происходит? А что у меня происходит? Я вообще из другого отдела. К этой операции никакого отношения не имел. У меня экономические преступления были. А ведь сейчас неважно. Вы же понимаете, разгребать все равно вам. Мы разгребаем, работаем. Угу. Работаете. Выяснили по поводу ключа от кабинета Стрельникова? Выяснили. И? Мне доложили, что дежурный ключ от кабинета Стрельникова никому не давал. Понятно. Значит, тот, кто украл документы, заранее подготовился и сделал копию. Кто оставался вчера последним в отделе? Все. Понятно. Значит, будем отрабатывать всех. Присмотритесь к сотрудникам. Если увидите что-нибудь странное или подозрительное, срочно звоните мне. А разве вы являетесь моим непосредственным начальником? Товарищ полковник, у вас крыса по отделу гуляет, а внедренный агент вообще неизвестно где. Я жду результатов. Вот, доставка. Приятного аппетита. Мерси. Чего делаешь? Каршеринговую машину бронирую на сутки, чтобы всегда было под рукой. У подъезда стоит. Какой ты прошаренный? Мент, что ли? Похож? Нет. У тебя лицо слишком умное. Значит, не мент. Я бывший военный. Слушай, если тебя так быстро запеленговали, значит, тебя сдали или менты, или у Левченко такой мощный ресурс. Валить мне отсюда нужно, а? Да поскорее. Слушай, только деньги нужны. Я знаю, где их достать. Интересно. У меня корешок есть со школы. Надежный. Он не сдаст. Обстоятельства разные бывают. Продать может даже близкий человек. Да он вообще не в теме. Ему нужно только позвонить. Денег даст столько, сколько нужно. Это плохая идея. Слушай, а сидеть вот под таким съемным хатом хорошая идея? А без бабла на машине по городу рассекать хорошая идея? Что теперь делать-то? Это мой последний шанс. В коридор не суйся. А без бабла на машине по городу рассекать хорошая идея. Продолжение следует... Продолжение следует... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что, какие будут предложения по поиску Орлова? Да пусть его полиция ищет. Нам-то зачем этот не головняк? Ну, вообще-то на тот момент Орлов находился уже под нашей защитой. Так что это наш головняк. Товарищ подполковник, согласно записям камер в метро, Орлов вышел на станции Петроградская. И что он отдает? Ты его путь дальше отследил? Нет пока. Теперь нужно ехать в информационный центр по району отслеживать. Так давай, езжай. Есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Это Кормухин. Мы нашли квартиру, где, похоже, притался Орлов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Диктуй адрес. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Большой проспект 89. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понял. Как нашли? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Там час назад стрельба началась. Был вызов. Приехали. На месте обнаружили документы и вещи Орлова. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ладно, скоро буду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что там? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Давай пиши, как все было. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо, что пришел. За тобой никто не следил? Что? Не знаю. Нет. Что происходит? Я ничего не понимаю. Почему тебя менты не охраняют? Жек, потом все. Попала я сильно. Сами менты меня бандитом ислили. Думаю, из страны валить деньги нужны. Я принес. Всю наличку выиграл. Не волнуйся, я отдам. Ерунду не говори. Не об этом сейчас думать нужно. Жек, спасибо. Как ты из страны уехать собираешься? Возьму твой аэропорт. Ну, сделаю левый паспорт, доберусь до границы на перекладных. Ну, выкручусь как-нибудь. Если нужно, чем помочь, звони сразу. Сделаю все возможное и невозможное. Спасибо, Жек. Спасибо. На, черт возьми. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово. Приветствую. Карухин где? На балконе, там. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово. Здорово. Ну и что тут у вас? Взяли бандоса одного, только он сильно ранен. Подельники решили, что он мертвый, а он жив. Успел что-то сказать? Успел. Сказал, что дверь ему открыл какой-то лысый чувак. По описанию, явно не Орлов. Ну, дальше стрельба, началась замес. Что по уликам в квартире? Нашли пиджак Орлова с документами. Хозяин квартиры показал, что сдал квартиру на сутки. Паспортов не спрашивал. Вы Орлова куда-нибудь возили до того, как к нам передать? Возили к одному знакомому. Что за знакомый? Да друг ему школьный. По просьбе Орлова взял какие-то документы у него в компании. Орлов их подписать должен был. Координаты этого друга есть? Я тут подумал, если дело на Левченко завели, да и сами на тебя вышли, значит, все-таки кто-то заинтересован, чтобы Левченко посадить по закону. Ну, наверное, и что? Ничего. Ты со следаком говорил? Ага. Водили один раз. Помнишь, куда? Да вспомню, если надо. А что? Наводку на тебя дали либо опера из ОВД, либо сами опера из защиты. Следак не в курсе всех твоих передвижений, это я точно знаю. Откуда? Это сейчас неважно. Нужно рискнуть найти следака и поговорить с ним. Если следак сам в теме... Нет, я не готов так рисковать. Рискну я. Не всю же жизнь тебе бегать. Подъем. Подъем, гости к тебе. Давай. Рискнущик. Т nestар НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну и как они нас снова вычислили? Тарасов навел. На квартиру после твоего звонка в кафе вели после встречи с Тарасовым. Тарасов не мог. Тарасов мой друг. И вообще, завалить нас во время встречи с ним было проще, чем везти потом и грохнуть в кафе. Маяк на тебе, что ли? Ремень есть? Ну да, естественно, есть. Снимай. На, держи. Что это? Вот черт, точно маячок. Валим отсюда! Значит, опера из защиты свидетелей точно ни при чем. Они бы просто не успели тебе его засунуть. Это кто-то из оперов УВД. При тебе с собой еще вещи были? Да, Тарасов мне привозил. Куда приносил? Куда? В УВД, а? Три дня я там пробыл. Я же не мог три дня находиться в грязной одежде. Понимаешь? Они! Бегом, бегом! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Менты! ВЫСТРЕЛЫ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поверить не могу, что это Жека Тарасов. Мы с ним со школы дружим. Левченко на него вышел, когда этого под охрану взяли. Припугнул, прижал. Тарасов испугался. А? Ну, про маяк это он вам рассказал. А как вы поняли, где нас искать? Злодей, в которого ты стрелял, жив оказался. Братва подумал, что он холодный свалил, а он в больнице в себя пришел. Дожать его было делом техники, мы им на хвост и упали. Понятно. Повезло нам. Да ты и сам молодец. Откуда такая подготовка? Бывший военный. Ага. Если все можно, я пойду. Устал. Конечно, иди. Если что, еще раз вызовем. Сергей! Спасибо. Будь здоров. Я не передумал. Я знаю, что изменит твое решение. Поехали. Куда? К Лене. Андрей, как ты думаешь, кто-то из наших украл папку из сейфа? Не знаю. Знаю только, что Яковлев теперь у нас в отделе пропишется. Ты сейчас куда? Домой. Подвезти? Нет. Спасибо. Я так все живу зло. Ну ладно. До завтра тогда. Давай. До завтра. Я освободилась. Ну, посудите сами. В больнице квалифицированный персонал, оборудование. В случае осложнения купировать его мы сможем только здесь. Да, доктор, я понимаю. Скажите, а как по-вашему, когда мы сможем ее перевезти? Елена, в очень тяжелом состоянии, понимаете? Я не могу дать никакой прогноз. Простите. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Как только врачи найдут добро, мы перевезем Лену в безопасное место. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я должен был ее увидеть. Теперь умедился, что я на твоей стороне. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что, добро пожаловать по новому месту прописки. Я тут один от тоски сдохну. А я не предлагаю тебе здесь просто сидеть. Пойдешь ко мне на дело? Я же вроде как на дно должен залечь. Сам говорил, Грачев меня ищет. Грачев ищет Стаса Дмитриева. А ты Сергей Кольцов. Ну, если вы берете людей без опыта, ладно, не прибедняйся. Своего первого подопечного ты уже защитил. Так что, можно сказать, испытательный срок пройден. Ну? Что? Согласен? Согласен. Ну и хорошо. Сможешь пробить сотрудников моего бывшего отдела? Хоть познакомлюсь с ними заочно. Все-таки рвешься искать крысу. Попробую. Обживайся. Завтра в девять и жду на планерке. Время. А– Продолжение следует... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Собери мне полное досье на всех этих персонажей. Начиная с детского сада и до настоящего момента. И на этих тоже? Они же погибли. На всех. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, первый раз, что ли? Просто у меня специфика была немного другая. Ага. Сутки дежуришь ты, сутки Бельшенко, сутки Данилов. Ясно. В больничке много людей, врачей и так далее. Мне всех отрабатывать. Откуда ты говоришь, к нам тебя перевели? Бельшенко, проинструктируй. Я стажеров учить не нанимался. Есть. Ты на него внимания не обращай. Козырев такой, вечно строит из себя большого начальника. А больница ведомственная. Там уже всех отработали. К нашему объекту доступ имеют только врач, сестра и ассистент. Остальным знать не положено. Так что сиди, кофеек попивай в кресле и с медсестрами болтай о том о сём. Спасибо, Денис. Можно просто Дэн. Поехали, я тебя до больнички подброшу. Угу, поехали. Мне всё равно по пути. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты откуда к нам приехал? Из Волгограда. О, город-герой. Красивый. А ты как думаешь? У меня товарищ каждое лето на рыбалку, на Волгу приглашает. Всё, я никак не соберусь. Рыбалку любишь? Без фанатизма. Да я тоже, если честно. Не женат ещё или развёлся уже? Сложно всё. Я тоже не женюсь никак. Хотя девчонка есть. О, красивый. С нашей работой на жену времени нет. Да и потом стрёмно как-то. Уйдёшь на сутки к клиенту и думай, как она там одна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как дела? Работаю. Как себя чувствуют ваши сотрудники? Прекрасно. Я им новых дел не даю. Никитину приказал привести все отчёты в порядок. Ну что ж, гамотное решение? Что-нибудь странного за ними не заметили после нашей последней встречи? Да вроде нет. Хотя подавлены все, но это и понятно. Ещё немного и вы начнёте их жалеть, Николай Иванович. Я? Да что вы. А у вас кому-то конкретно вопросы? Да нет ничего особенного. Так проведём рутинную проверку на детекторе лжи. Разумно. Когда? Узыв. И предупредите всех, чтобы не отлучались из отдела в рабочее время. Хорошо. Никитин? Зайди ко мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это многопрофильная ведомственная специализированная клиника. Мы с ними давно работаем. Документы на Михеева в отделе. Будем считать, что передача состоялась. Можете быть свободны. Принято. Вот ключи от палаты, вот от наручников. На доступ к телу имеет право только доктор и его ассистент. Удачи. Ты кого нам сдала? Одно хулиганею мелкое, ножичками и травкой приторговываю. Шпана, а не УПГ. Никто из них показаний на главарей Кадышевский дать не может. Мужики, я кого знаю, тех и сдаю. Ну, не хотите, не ловите. Я тебя спасу. Остынь! Нам нужны главари. Если их не будет, или я пойму, что ты решил нас кинуть, выйдешь отсюда с татухой во всю спину. Я Михей Стукач, дал Кадышевских. Понял? Мы пойдем кофельку попьем, а ты подумай. Выйдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так что да, похоже, он наша единственная зацепка. Мне коллега сказал, что он немножко странноватый. Разве можно на такую выставку делать? Ну да, он непростой. Добрый день. Я за пациентом, на перевязку. Тридцать минут на все. Ага, понял. Ну а пойдем кофе попьем. Давай. Кто погнал? Да, давай. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ты чего будешь? Давай капучино. Счастливо, разведка. До свидания. Новенький, что ли? Откуда прибыл? Товарищ из отдела защиты свидетелей. Вас же Сергей зовут? Прекратите разговоры с подследственным, не относящиеся к вашей деятельности. Вас разве не предупреждали? Да-да, извините. Ну, нам надо на перевязку. Рукова. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Доело ерундой заниматься. Хочу реальное дело. Да какая разница? Я боюсь, что реальное дело мы еще не скоро получим. Что думаете, долго нас будет мрыжить? Пока не поймают крысу. Ну? Есть новости? Мишин сказал, что нас всех будут проверять на детекторе лжи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капец. Ну, а что, какое-никакое развлечение? А мне вообще по барабану. Мне скрывать нечего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доктор, вы когда уже бинты снимете? Но вся рожа чешется. Так, всему свое время, молодой человек. Всему свое время. Походите. Так, подождите здесь, пожалуйста. Давайте не будем нарушать стерильность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не в самом деле долго он у вас еще пробудет? Да я думаю, через пару дней сможем выписать. А что, серьезно, на себя прежнего не будет похож? Как клиент смоделировал, так мы и сделали. Знаете, если честно, уж больно привередливый оказался. Нам учились, пока новое лицо рисовали. Кто-то мог подумать в его-то обстоятельствах. Посмотреть можно? Да вы же все равно его лицо увидите, когда бинты снимать будем. Я думаю, да. Пойдемте в мой кабинет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эх, жаль клиент засекреченный. Не сфотографируешь новое лицо для рекламы. Так хорошо получилось? А через пару дней теки спадут. Сами убедитесь. Все-таки странное представление у Михеева о красоте. Ну, как говорится, красота в глазах смотрящего. И потом, красавчики слишком заметны в толпе. А нашему клиенту, как я понимаю, нужно наоборот. В ней скрыться. Ювелирная работа. Готов? Всегда готов. Главное, чтобы Михей был готов. Идем. Одним из направлений розничной торговли занимается КАПА. Он же Капитонов Фадим Николаевич. Держит под собой все, что связано с негабаритным оружием. Но при желании может и организовать что-то более серьезное. Снабжение патронами, переделкой и ремонтом оружия времен Великой Отечественной войны занимается патриот. Самохвалов Александр Владимирович. Но у него хорошее прикрытие. Контора по организации и конструкции времен Первой и Второй мировых войн. Там очень много народу, отделение по всей России. Руководит всей структурой Амосов Андрей Валентинович. Он никогда не участвует в передаче денег или оружия. Подстраховывается. У него для этого есть исполнители. Но все равно все дорожки ведут к нему. Но вот я вам и сдал. Не мелочевку. Готов все сказанное подтвердить в суде. Только теперь мне в городе оставаться опасно. Так что ваша очередь выполнять обещания. Вент. Менты сегодня ночью повязали Пугачевских. Ну и хорошо. Чем меньше конкурентов, тем больше бабла поднимем. Стопудов Михей слил. Что, выходит, сегодня их, завтра нас, так что ли? А ты не думаешь, что Михей для нас поляну расчищает? Выходит, ты знаешь, где он? Ты же говорил, Михей пропал. Ну, говорил, и что. Только вам не обязательно знать, где он. Ты что, нас подставить на пару смехов? Отставить разговоры! Скоро все узнаете. Что смотрим? Работайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброй ночи. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Мне нужно осмотреть пациента. Перевязка была сегодня днем. А других процедур с Михеевым на сегодня не запланировано. Мне позвонил доктор Кузнецов и попросил еще раз осмотреть гематомы, потому что его насторожило уплотнение подкожной клетчатки на подбородке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Михеев вас осмотрит. Болевые ощущения сохраняются? Да, что-то зудит и тянет, доктор. Три пятерки, двадцать восемь. Все. Спасибо большое. Все. Опасения доктора Кузнецова развеяны. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВО Wire Алло, я от Михеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Ну что, поздравляю с первыми сутками. Спасибо. Как все прошло? Нормально, без происшествий. Ну, все тогда, пост принял. Если хочешь, я могу вместе с тобой сегодня ночью подежурить. Зачем? Этот Михеев, он странный какой-то. Ты бы тоже был странный, если бы тебе пришлось главарей банды сдавать. Ну, я бы еще понаблюдал. Да не парься, я понаблюдаю. Ладно, если будет что-то необычное, звони. Я не могу. Стой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Можно? Да, конечно, проходи. Садись. Как тебе на новом месте? Нормально освоился. По моему делу ничего не слышно. И счет круто. Этим занимается полковник Яковлев из управления собственной безопасности. Лучше тебе ему на глаза не попадаться. Понял. Ты обещал мне личные дела на бывших коллег. Обещал, сделаю. Только сразу предупреждаю. Никаких личных встреч. Само собой. Как там Лена? Лену ввели в искусственную кому. Врачи говорят, ситуация под контролем. Стас, все будет хорошо. Ты сам в это веришь? Куда ты льешь-то, ну? Что-то нервное такое. Информатор не звонит. Вчера деньги ушли еще. Ну, что ты стоишь? Достань в кармане-то, ну. Давай, давай, давай. Ну? Все нормально. Что нормально? Где мы встречаемся-то? Документы на Витебском вокзале, в камере хранения, номер ячейки 125, код 4547. В смысле, ячейка? Я что-то не понял. Ты деньги получил? Те деньги вчера ушли еще. Я же говорил, документы мне лично в руки. Ты меня на испуг не бери, дураков тут нет. Завалить меня хотел, не выйди. А вот тебя срисовать, когда твой портрет на каждом углу не составит труда. Что ты выигрываешь, меня завалив? Когда ни вы, ни мы Дмитриева еще не нашли. Сам ты подумай. Короче, документы заберешь, и я сказал. Угу. Ну ладно. С Дмитриевым что? Пока ничего. Подожди. В игрушки с нами играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Ваш заказ. Так, ой. Распишите, пожалуйста. Спасибо. Угу. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как, служба? Тоже кофе долбану. Глаза слепаются. Так возьмите мой. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вы что здесь делаете, а? Субтитры подогнал «Симон» Так, быстро за компьютер Удаляй модель моего лица Удаляй История болезни где? Так, и снимок зубов Удаляй Все, уходим Субтитры подогнал «Симон» Мы на месте Дальше что? Сначала рассчитаемся Ну, Михей Если б я сам не увидел, как ты его своим фирменным захватом уложил Ни за что бы не поверил, что ты это ты Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что произошло? Последнее что помнишь? Я охранял Михеева Он спал Дальше ничего не помню А что, что-то случилось? Случилось Многое случилось Пока ты спал, старший лейтенант Тебя снотворным накачали Лошадиная доза Если бы не в больнице был, не откачали бы А где Михеев Забежал По дороге медсестру врача увел Вот смотри Вот как все произошло Ассистент доктора Кузнецова помогал Ассистента нашли? Нет еще Скорее всего, прикопал его Михеев где-нибудь В лесочке А это, я так понимаю, его история болезни Да, заметал следы, сволочь В базе данных информация о Михееве сохранилась? Выясним, как только наш специалист Сможет получить доступ к компьютеру доктора Да, я уже Вспомнил Ассистент мне кофе приносил Я так облажался Облажался Из-за тебя двух человек убили Игорь, помолчи А почему я должен молчать? Майор, выйди отсюда Слушаюсь Он прав Из-за меня люди погибли Ты когда опером работал, мало смертей видел? Ну тут конкретно Из-за меня люди погибли В руки себе возьми Он уничтожил все данные о своем новом лице И всех, кто его видел Получается, я единственный, кто видел его новое лицо Как видел? Он же ментал был А мне доктор показывал компьютерную модель Пока Михеев был на перевязке Хвастался, что получилось один в один Фотографию создать сможешь? Думаю, да Губы другие Сделай чуть толще Оставляй Давай лучше Ну да, дожили Здорово, с компьютерной модели делаем Уши оставь Глаза верни еще там Какие варианты были? Богатый наш единственный вариант Правда, если бы кто-то не заснул на посту Михеев продолжил бы давать показания Теперь ищи его, свищи Раз сбежал, значит, сразу так задумал Вы с ним дольше работали Не раскусили, что он профи Оставь так Печатаем Печатай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэн, да успокойся Но пойми, даже если бы я дежурил в ту ночь Михеев бы от меня сбежал Он реально все хорошо просчитал Сука В нашей работе не такое бывает У тебя такое было? У меня не похуже было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь Знаешь что? Мы должны засунуть в одно место Наши чувства вины И продолжать работать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да Георгиевич, на пару слов Да, конечно Чего хотел Я тут подумал У нас вроде раньше таких козяков, как с Михеевым, не было Надеюсь, что больших не будет Я имею в виду раньше До появления Кольцова Кольцов тут при чем? Его в ту ночь вообще в клинике не было Но до Бельченко он дежурил сутки И в ситуации с Орловым как-то уж слишком вовремя нарисовался Не понимаю, почему ты клонишь? А ты не думал, что он нас по ложному следу пускает с этим фотороботом? Чепуха Георгиевич Может, ты мне правду скажешь? Кто он такой? Я же говорил Опер из региона Я с тобой сто лет работаю Ну, что ты из меня дурака делаешь? Слушай, Игорь Тебе что? Нечем заняться? А мне как раз есть чем заняться Я подозреваю Кольцова Твое дело сейчас вместе с операми искать Михеева Ищем Но своих подозрений из Кольцова я снимать не стану Иди работай Если тебе работать, товарищ подполковник Коллеги, добрый день Привет С чем пожаловал? Сводка за последние дни Сразу несколько разбойных нападений с оружием В области картина похожая В пяти случаях Разбои с калашами Думаешь, мы совсем идиоты? Мы уже в курсе Калаши были Как раз в последней партии, которую похитили Кадышевские Пока Михей был У нас оружие не всплывало Возможно, он один из старших в этой банде Не, Михей не может быть старше Слишком тупой Тупой не смог бы спланировать такой грамотный побег из больницы Ну, допустим Если бы он был главарем, стал бы сам оружие возить Ну, а почему нет? Нужно пробить эти разбои Возможно, через них мы выйдем на продавца оружия Слушай, капитан Считаешь, мы без тебя не разберемся? Считаю, разберетесь Но если я могу помочь Сторожили бы лучше своих подопечных Помощники ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ну что, вызывают? Не дают нам помочь? СМЕХ Обе хемя ты даешь, а? Ты ведь реально похож, не отличишь, а? Как додумался? Это у тебя голова, чтобы в нее есть. Ага. Есть и пить. СМЕХ Как только эта крыса нас сдать собралась, я сразу решил, что надо идти другой дорогой. Что, дело какое серьезное забыл? Да, серьезное. Но для начала надо свить остатки. За ценой не гонимся, товар уже ищут. Серп, организуй транспорт, а ты, Калина, подготовь товар. А мы с винтом наведаемся кице-головному. Все ясно. Слушай, эта тачка за нами как приклеенная. Точно от ментовки ведут. У нас, по ходу, утечка. Откуда? Не знаю. Какие наши действия? Двигаем на конспиративную квартиру. Черт, они свернули. Давай за ними. Отлично. Мужики, я знаю, откуда утечка. Один из людей притулов меня сирсовал, когда я в отдел приходил. Он в обезьяннике сидел. А ты откуда узнал? Вот. Думаешь, мне сложно скрыть переписку этого порядка? Ого. А ты что, хакер? Не хакер. А высококвалифицированный IT-специалист. Слышь, сиди, IT-специалист, помалкивай. Притула аферист с недвижимостью с народа Бабкина на застройку собрал и всех кинул. А этот Робин Гуд взломал защиту банка, выпотрошил счета этого товарища и вернул награбленное людям. Да, я такой. Я за правду. Вы их прижали на Высоцкой. Не останавливайтесь. Ага. Это ФСБ присматривали за нами. Менты! Вышли из машины! Из машины! Руки! Стоять! Стой смирно! Отлично. Можно расслабиться. Слышишь, Робин Гуд, да ты, видимо, очень популярная личность. За нами опять кладешь. Робин Гуд. Это не Притула. Первую машину сновили вашу, а по второй он дал отбой. А кто это тогда? Да есть там одни. Притула, мелочь, побочка. Этот Хрендель умудрился хакнуть хакеров с зарубежной разведки. Тем самым сорвал операцию наших спецслужб. И теперь одни хотят его убить, а другие посадить. А нам дана команда спрятать его от всех. Прикольно, да? Открой карту. Дэн, попробуй оторваться хоть ненадолго. Через квартал направо отличный проходной двор. Мы выскочим и уйдем через метро. Встретимся у меня дома. Принято. Давай, пошел, пошел за мной. Что утромnow? П Beauше. Ты шел... Редактор сarta Хринк helpful Хринк Шринк Редактор синим семье Встречник Редактор синимeil к куб hareLI Редактор синим правилу Пш plus хринк НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здорово, Биткоин. А где Михей, где мои бабки? Михея нет, я за него. Значит так, надо залезть в базу к военным и взять отпечатки пальца одного человека. Бабки вот. Для такого дела это мало. Мне потом придется на полгода из страны уехать. Другое дело. Вся информация о нем здесь, на флешке. Потом в базе полицейских поставить эти отпечатки Михея. Ну и кое-что в досье почистить. Ясно? Не вопрос, сделаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, я понял. Спасибо за информацию. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здорово. Гостя ждешь? Ну, мало ли. Правильно. Общий Бельченко в отделе адресы для объекта готовит. Так что у тебя пока помоеды. Парень тихий и свои игрушки не вылезает. На будущее. Объектов домой не води. У нас так не принято. Я понимаю, но ситуация... Ладно, все цело. Что-то мне подсказывает, долго мы его будем охранять, если не всю жизнь. Привет. Здрасте. А мы что, переезжаем? Пока нет. Когда уже начнут? Ну, дай вас ждать. У меня все готово. Тогда начинаем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Никитин. Вызывай первого. Понял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, Федорчук, ты самый нетерпеливый, иди первый. Если его не должное, мы... Да пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что за макулатура? Анализирую. И? Смотри. После того, как сбежал Михеев, в Ленинградской области на постах задержали две машины с оружием. Так. В одной обнаружили два калаша с патронами, в другой три калаша и десять гранат. И что? Оба задержанных друг с другом никак не связаны. Они даже не знакомы. Но оба дают одинаковые показания. Продавца не видел, оружие забрал в условном месте, деньги перевел через криптобиржу несколькими траншами на разные счета. Счета пробили? Да. Обналиченные и закрыты. Угу. Ну и как они на продавца выходят? Через Даркнет. Чего? Подробнее. Ну, Даркнет. Зашифрованный интернет. Обычные поисковики его не видят. Туда попасть можно только через анимайзер. Это понятно. Мы в курсе, что наркоту через Даркнет продают. Но оружие это же совсем другое дело. Его же ствол пощупать надо перед тем, как купить. Дядь, оффлайн это пережитки прошлого. А если продавец кинет? Не кинете? Потому что его, если очень нужно, профи вычислят. И он об этом знает. Угу. А ты ведь у нас тоже профи? Значит, тоже сможешь его легко вычислить? Ну, теоретически могу. Но для этого нужен нормальный ноут, а нет калькулятора. Ладно. Понятно, умник. Пойдем, проводишь меня. Это что? Да что ты просил? Информация на подопечных Андреева. Только никаких действий, никаких контактов, понял? Конечно, Георгиевич. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Капитан, приезжай. Мы нашли Михея. Он сейчас в морге. Ждем тебя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Что с ним случилось? С моста упал и прямо под грузовик. Эксперты говорят, что смерть наступила в результате выстрела в лицо упора. Думаю, подельников знали, что у нас был. На всякий случай зачистил. Как предатели. А пальцы мы познали. Да. Лицо-то в кашу, он палец целый, и татуха его на правой руке. Тест ДНК для надежности провести не хотите? А с кем сравнивать? Нет, у Михеева родственников, мы же проверяли. Дело закрыто. Я татуху сфотографирую. Зачем ты? На память. Интересно, наверное, про это. Волей. Вопрос с оружием все-таки открыт. Мы работаем. Да? Угу. ВОКО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такс, начнем. Сделайте, пожалуйста, вдох-выдох. Дышите ровно, не задерживайте дыхание. Не думайте ни о чем постороннем. Проведем тест. Слушайте вопросы и четко на все отвечаете нет. Вас зовут Иван Иванов? Нет. Петр Петров? Нет. Екатерина Великая? Нет. Александр Сергеевич Пушкин? Нет. Достаточно. Теперь на все вопросы отвечаете да. Вы холост? Да. Вы работаете в магазине? Да. Вы мужчина? Да. Вы глубокий старик? Да. Оборудование настроено? Убили его. Или он действительно под машину попал? В любом случае, это наша недоработка. Вообще-то он сбежал и убил двоих человек. Значит, его должны были судить по закону, а не убить в мандитской разборке. Вообще, как-то гладко все с этой смертью вышло. Что тебе случилось? Сам не понимаю. Но я бы еще покопался в этом деле. Рабочий ноут выделишь? Хорошо. Вы изменили жене? Нет. У вас есть долги? Нет. Вы злоупотребляете алкоголем? Нет. Вы курите? Да. Вы использовали служебное положение в личных целях? Нет. Вы лично знакомы с Алексеем Николаевичем Грачевым? Нет. Есть ли у вас незадекларированные доходы? Нет. Уходил ли когда-нибудь преступник от ответственности за ваши действия? Нет. Вы сообщили Грачеву об агентке под прикрытием? Нет. Вы украли из сейфа Стрельникова материалы по делу банды Грачева? Нет. Вы предупрели Грачева о спецоперации? Нет. Вы информатор Грачева? Нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Много тут всего. Ничего не скажешь. Это сволочь. Крыса. Хорошо по работам. О. Ну, это хорошее. Давай ставим. Ну что, можно отметить этот девушек? Не, рано отмечать. Фотографий с последней фотки нет. Ну нет, значит, и не было. В отчете информация о сходке есть. А фоток нет. Понимаешь? Чего, думаешь, просто не успел ментам передать? Думаю, не успел. Я думаю, компромат о последней сходке еще у него. И там князь был. Хреново. Короче, надо узнавать, кто этот информатор. Он нас выведет на этого Дмитриева. Да. А как узнавать, кто этот информатор? Не знаю. У нас номер счета его есть. В комплекс банки. Так там же Марат, управляющий. Он нам должен. Он нам не откажет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стас, у меня к тебе предложение. Перебирайся в Питер. Мне нужен человек с твоим опытом. А что делать? По музеям будешь ходить. То же, что и обычно. Внедрение под прикрытием. В нашей северной столице тебя никто не знает. Это хорошо для нашего дела. Курировать тебя буду лично, чтобы никаких лишних глаз и ушей. А Лена? На время операции она будет под надежной защитой. Моего старого боевого друга. Осторожно, водка. Поверь мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я подумаю. А что тут думать? Возьмем банду Грачевских, перейдешь в мой отдел официально на работу. Переедешь с женой в новую квартиру. А в Питере перспективы сам понимаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не знаю, почему, но чувствую себя виноватой перед ними. Хотя меня там даже рядом не было. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У нас никого там? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, я в кабинете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы не представляете, какая это потеря для медицины. Дмитрий Владимирович, он был хирургом от Бога. Марина Ивановна тоже была замечательным специалистом. Такие замечательные люди от нас ушли. Есть все-таки высшая справедливость в том, что этого бандита сбила машину. А в вашей клинике, случайно, не осталось биологических материалов Михеева? Нет, увы, мы не храним биологические образцы ткани пациентов. А вам зачем? Да хотел одну версию проверить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, извините. Чего? Спасибо. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Влад, привет. М-м. Я тебе продукты принес. А я себе уже вишницу замутил. Ну, все равно спасибо. Приговец сам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Приятного аппетита. М-м. Ты мол, что ли, добыл? Ну да. Ты же обещал продавца оружие вычислить. Да, не вопрос. Все, какая развлекуха. Сейчас только даем. Не торопись. У меня есть чем заняться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капитан Извекова. Биография. Ничего особенного. Школа, академия МВД, распределение, служба. Живет с родителями. Не замужем. Однако в ее закрытом аккаунте в соцсети можно обнаружить неожиданные грани ее тайны жизни. Оказывается, капитан Извекова счастливый обладатель внедорожника за 3 миллиона рублей. Так она же не за рулем. Машина, оформленная на нее, часто ездит на пассажирском сидении. А это кто? Любовник? Некто Сомов. Появился в ее жизни примерно полгода назад. В тот же самый период, когда Дмитриева внедрили в банду Грачева. То есть барышня живет совсем непосредственно? Мы проверили ее финансовые транзакции. Тратит больше, чем зарабатывает весь отдел. А кто ее родители? Отец физик. Мать билетерша в театре. Сами понимаете. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понятно. Молодец. Так держать. Свободен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пора к Мишину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как вы думаете, Мишина отпустит в отпуск? А куда это ты вдруг собралась? На Кубу я собралась. Надоело мне это все. Удачи. Он его подпишет. Вряд ли. Слушайте, ребята, вот друзья называются. Нет, чтобы меня взять как-то и поддержать. Что там, Яковлев? Понятия не имею. По допросу вчерашнему есть результаты? Мне не докладывают. Слушайте, как-то Рьяну он копает под наш отдел, ребята. А под кого ему еще копать? А сам, между прочим, в день убийства Стрельникова настойчиво интересовался ключами от его сейфа. Вот так. Слушайте, так, может быть, это он бумаги выкрыл? Нас таким способом представляет. Чушь какая. А я бы эту версию со счетов не сбрасывал. Нет, если кому-то приятно думать, что крыса среди нас, да пожалуйста. Ладно, пожелайте мне удачи. Удачи. Черт. Вот видите, Николай Иванович, вы даже не знали, что ваша сотрудница крутит роман с уголовником. Насколько я знаю, судимость Сомова давно погашена. А вы разве не видите, за что его осуждали? Вижу. Отмывание денег. Верно. Полученных от продажи наркотиков. Ну... Наркоту так и не доказали. К сожалению. Кобылка отделалась легким испугом. Это да. В общем, я считаю, что за Извековой нужно установить наружное наблюдение, а также поставить прослушку. Ну, связь Сомова с Грачевым так и не доказана. У него обычный инвестиционный фонд. Он торгует акциями и облигациями. Это законно. А я уверен, что это просто прикрытие. Евгений Сергеевич, я понимаю ваше недовольство. Но я категорически против действий без постановления суда. Будет вам постановление. Вот только учтите, если оно сбежится и ответственность ложится на вас. Вечно. Иди сюда. Что всяк? Тату решила бить? У одного преступника вот такая наколка. Угу. Ну, вроде не уголовная. Ну, согласен, Низоновская. А ты ее в интернете хочешь найти? Ну да, хочу понять, что она означает. Может, какое-то сообщество или еще что-то. Ну, если ты будешь просто картинки листать, на это у тебя уйдет год. Хорошо, а как тогда? Дай телефон. Сначала скинем картинку на ноут. А потом поиск по картинке. Это же элементарно. Я в компьютерах не силен. Оно и видно. Странно. Интернет от наколку не знает. Жаль. А можно понять, что надпись означает? Легко. Мы не спим, пока другие спят. Какая-то военно-патриотическая хрень. Это армейское тату. Скорее, пограничное. Арабская вязь, это фарси. Стало быть, какая-то ближневосточная граница. Нужно выяснить, где служил Михеев. А я-то помог. Еще как. Хочешь, можешь в интернете поискать, кто рожем торгует. Да, занимайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ полковник. Разрешите? Что я у тебя извеку? Вот заявление на отпуск. А с кем это ты на отдых собралась? Одна. А что? Да, а то. Не вовремя-то как-то за границу. Николай Иванович, с меня взяли все показания, что еще? Расследование не закончено. Так вы на даты посмотрите. А что с датами? Когда я улечу, все закончится. Понимаете, просто мне заранее нужно подать документы на загранпаспорт, чтобы оформить путевку. Понятно. Вы подпишите. Я подумаю. Я знаю. Разрешите идти. Идите. Угу. Товарищ полковник, вы были правы. Надо установить наружное наблюдение за Извековой. И насчет прослушки я тоже согласен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, почти. Готово? Что выяснил? Временные чаты про продажу Калашей и Патонов к ним создает некий биткоин. Ты его знаешь? Неа. Ну, сейчас выясню. Ни хрена себе. Это же Давыдов Серега. И его убили. Что? Когда? Сейчас выясним. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Колпина убит двадцать восьмилетний Сергей Давыдов. Угу. Не успей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Георгич, я нашел продавца оружия, только его убили. Колпина. Не хочешь проехаться? Да. Давай, до встречи. Серег, а можно с тобой? Да сейчас. Иди дома и не отсвечивай. Сколько там? У тебя еще одно поручение. Найди все, что есть на этого человека. И на его родственников. Всего ты? Давай. Ладно. Хоть какая-то развлекуха. Рад видеть тебя в полном здравии, Алексей Алексеевич. И тебе не хворать, Марат. Ну как дети? Дома как? Спасибо. Все хорошо. Ну вот это и есть самое главное. Просьба у меня к тебе одна будет. Чем смогу, Алексей Алексеевич? Да сможешь, сможешь. Не просьба, мелочь. Нужна информация о счете в твоем банке. Кто открыл, когда, куда деньги ушли. А за фото владельца отдельное спасибо будет. Всего-то да без проблем. Значит, Кама скинет номер счета на телефон. Жду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алла, привет. Возникли непредвиденные обстоятельства. Нам нужно срочно поговорить. Сегодня. На старом месте. Все, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, нашли его только сегодня утром. Сестра его пришла проведывать. Сейчас в больнице нервный срыв у нее. Зацепки есть? Какие тут зацепки? Шею сломали, напоминай, как звали. Как сломали? Руками. Эксперт говорит, профессионал орудован. Спецназовец? Да может, и спецназовец. Я о чем знаю. Михеев. Думаешь? Уверен. И как ты хочешь это проверить? Попробуй найти его сослуживцев. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну сколько тебе раз можно говорить, ну не Михеев это? Хорошо, давайте по второму кругу. Когда Михеев был у нас, Кадышевские затихли. Как только он сбежал, весь город завалили их калашами. Хакеру, через которого шли стволы, шею свернули, как доктору. Какие еще факты вам нужны? Факты? Вот факты. Михеев в морге. Что еще надо? В морге не Михеев, а кто-то другой с похожей татуировкой. Капитан, ты же понимаешь, что пока это домысл, реальных доказательств нет. Хотя в том, что ты говоришь, есть логика, но у меня дело о торговле оружием. Если я сейчас начну гоняться за призриком Михеева, меня никто по головке не погладит. Понимаешь? Понимаю. Поэтому нужно разобраться, кто лежит в морге. Единственное, что их объединяет с Михеевым, это татуировка. А пальчики? Хакер, который работал на Михеева, ничего не стоило внести изменения в вашу базу. Да ладно? Это же снова домыслы. Значит так. Судя по татуировке, Михеев служил где-то на границе. Пожалуйста, ну хотя бы найдите информацию о его сослуживцах. Но это сделаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сделаем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Надо делать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, Михей, а ты уверен, что сработает? Ну вот и проверю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А если твой дружок армейский тебя узнает и сдаст? Ну или, скажем, на него менты выйдут и расколют? Они же могут тебя с Егоровым связать. Тогда все. Засыпемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не засыпемся. Ну, как скажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Внимание! Объект двигается по Большому проспекту в сторону Невы. Продолжаем наблюдение. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Что происходит, доктор? Решили выводить больную из комы, но организм не справляется над давлением полом. И что теперь? Ждем. Надеюсь, вы понимаете, что в таких условиях переезд невозможно. Простите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Едем по набережке. Поворот налево. Принимайте. Понял, работаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всем внимания. Объект остановился. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что с сигналом? Очень сильные помехи. Да, отменное местечко выбрали. Ключи громкую связь. Нет, я не могу этого сделать. По крайней мере, в ближайшее время. Ты говорила, что можешь. Понимаешь, в последние дни столько всего произошло. Именно поэтому мы должны. Подожди. Мне страшно. Раньше я никогда себя так не вела. Ира, ты себя накручиваешь на пустом месте. Ты не понимаешь, так больше продолжаться не может. Я должна кое-что тебе сказать. А я все знаю. Что знаешь? Теперь ты никуда от меня не делишься. Так, все. Пора брать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Это хорошо, Егорыч, что ты зашел. Что лет тебя не видел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лёх, а ты Михея давно не видел? Так это у вас дела! А я ему последний раз на День Пограничника звонил. И все. А ты что сипишь-то так? Расквозило где? Так у меня отличный рецепт есть. Тебе водки с перцем надо? С перцем можно. Сейчас подлечим. А Михей? Гад он! Забыл, как я его на засталь 10 километров на себе тащил. А ведь мне тогда тоже ранили. Дед, перец. Михей ничего оклемался. Бегает теперь. А я инвалид на всю жизнь. Ну да ладно. Ты чего встал-то, Егорыч? Нож у тебя тупой. В доме ни одного острого ножа нет. Затупились все. Что мы без ножа ее сейчас порвем? Вот и перец. Сейчас мы тебя подлечим. Спасибо, что зашел, братка. Ты заходи почаще. Ты живу здесь один, как сыч. В общем, из вековы накрылись любовником. Целую спецоперацию провели с захватом. Я видел. Что? Видел, как ее вела наружу. Я же тебе говорил, никаких действий, никаких контактов. Я аккуратно. Увидел, хвост и свалили. Флешку. Ты чего? Ну, я не про всех еще успел прочитать. Тема лучше. Флешку сюда. Я от подопечного своего не на шаг. Иначе вывезу. Под конвоем. Куда? В Саратов. Хакера твоего завтра перевозим. Тебе тоже придется квартиру сомнить. Зачем? Я только начал к ней привыкать. Похоже, за квартирой слежка. Я не могу рисковать. Как ты скажешь. Ну, что не так? Не знаю. Ехать не хочется. Ну, это же Питер. Эрмитаж. Зимний дворец. Петергоф. Тебе все равно со мной не будет. Я тебе обещаю, там будет все по-другому. А как же доктор? Это жена Андреева. Я обо всем договорился. Нас там ждут. Мне сказали, А я через год все рожаю. Не знаю. Что тебя тревожит? С dining. Слушаю. Да, сейчас гляну. Нашел что-нибудь? Нашел. Показывай. Егоров Алексей Викторович. Женат. Двое детей. И тату на месте. Я могу кое-что глянуть? Пожалуйста. Подожди. Вот же он. А что это за список? Сослуживцы этого урки. Не понял, почему урки? Он же майор. Это многое объясняет. Ну-ка, подожди. Вот, Алексей Сенин живет в Санкт-Петербурге. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ты, это, позавтракай. Боюсь, что не успею. Готовься к переезду. Ну вот, можно взять? Нет, конечно. Тогда я готов. Я готов. Первый, вы выходите через парадный, мы через черный ход. Пошли, пошли. Живо, живо. Попались. О, вот он. Красная машина. Давай за ним. Парни, теперь вы. Отлично. Пошли. Все подрезаем. Берем. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Это не они. Блокируем, будем брать. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Мы что, оторвались? Надеюсь. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Недолго мне здесь жить? Пока ситуация не разрулится. Значит, я здесь навсегда. Можно вопрос? Задавай. Что ты такого раскопала, что за тобой все охотятся? А можно они буду отвечать? Чем больше людей знает информацию, тем меньше шанс у меня выжить. Ты же ведь меня понимаешь? А ну-ка, зашел. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Михеев с Егоровым сделали себе одинаковые татуировки. Мы не спим, когда другие спят. Я себе тоже хотел. Ну, какую-то кожаную дрянь подхватил. Так и не сделал. А когда вы Егорова последний раз видели? Так вчера заходил вечером. И с ним посидели, службу вспомнили. Что-то необычное в его поведении было? Необычного? Ну, разве что сипел. Сипел? Ну, простывший был. Я его по-нашему старому армейскому подлечил немного. А где Егоров служит, не в курсе? Да где-то здесь, рядом, недалеко. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Он командир военного полигона. Значит так, Мельченко, двигай на полигон, выяснишь, не появился бы там ни херен. Ладно. Ты домой к Егорову, та же задача. И главное, аккуратно, без лишнего движения, чтобы исполнить все вперед. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Письмо от Марата. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ради Его сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А кто? Где Стас? Значит, ваш муж из командировки вернется только через неделю? Ну да. Когда работы много, Сережа на полигоне остается, чтобы каждый день не мотаться туда-сюда. Он уже три дня там. Мам, пойдем гулять? Да, малыш, и тем, извините. Ничего. Марат, а чего ты мне за фуфлу прислал? Все, что знал, Алексей Алексеевич. Счет спящий. Была оформлена какого-то ханурика два года назад. Деньги, как только пришли, сразу были выведены. Ты его пробивал? Да, умер полгода назад. А деньги куда ушли? ФКС-банк. Сам понимаешь, там мне не удалось уже ничего выяснить. Марат. Что? А ты мне не врешь? Богом клянусь. Марат. Если я вдруг узнаю, что ты меня обманул... Я бы никогда не посмел. Рядовой Шкуренко выйти из строя на два шага. Есть. Козырев, слушаю. Алло, Игорь. Передай Георгиевичу, что Егоров на полигон пока не объявлялся. Позвонил, взял три дня выходных и сказал, на даче с семьей отдохнуть хочет перед недельной командировкой. Она только завтра у него начинается. А что вообще на полигоне происходить будет? Выяснил? Утилизация крупной партии патронов от Калашникова с истекшим сроком годности. Значит, цель Михеева патрона? Похоже на то. Я тебя понял, отбой. Все все запомнили? Так точно. Так точно. Значит, ждать меня будете здесь. Времени мало. В 12-е уже встреча с покупателем. Берем бабки, делим и разбегаемся. Хороший план. Особенно то, что касается денег. Работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вольно! ВЫСТРЕЛ Здорово! Здорово, Игорь. Чего это у тебя рожа опухшая? И голос хриплый, простыл, что ли? Да лучше бы простыл. Три дня со служивцами юность вспоминали. Еле выжил. Надо беречь себя. Ладно, потом поболтаем. Как там обстановка? Да нормально, погрузка идет. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрывай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По машинам! Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останови машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор! ВЫСТРЕЛЫ 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 Вылезай из машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА -"ВЧ-9015, ОМ. Капитан Петров". -"Подполковник Соколов, МВД". Скажи, капитан, майор Егоров на месте? -"Никак нет. Выехал на полигон". -"Давно". -"Минут 15-20". А что-то случилось? Боюсь, что да. Опоздали. По пути перехватить смогу. Будем стараться. -"Слушаю". -"Волков, вы где?" -"Едем в сторону воинской части". -"Поздно. Михеев уже уехал. Дуйте к заливу. Будем стараться там перехватить". -"Принял". ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Засада. Засада. На таран. Огонь! Вперёд. Внизай. Руки за спину. Вперёд. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот и хорошо. Ну, ты даешь кольцо. Ошибся я в тебе. Проехали. Редактор субтитров А.Семкин